Всем привет! Недавно была анонсирована новая часть Total War Warhammer, в которой показали фракцию, основанную на славянских народах. И сегодня мы решили рассказать вам об одном полке Имперской Гвардии, также созданной, оглядываясь на исторический образ славян. В данном случае, на образы русских казаков и царской армии. Вы смотрите канал XDelate, и мы начинаем! Но прежде чем мы продолжим наш интересный рассказ, давайте отвлечемся на небольшую саморекламу. А вы знаете, что похоже на Вархаммер? Да, мы говорим про Варкрафт. Там, конечно, нет такого гримдарка и пафосного превозмогания, но мы уверены, что многим из вас интересно и эта вселенная тоже. Итак, получилось, что пару лет назад мы открыли отдельный канал с роликами исключительно по Варкрафту. Там публикуются новости, теории, лорные разборки и прочие крутые штуки. Рекомендуем заглянуть, ссылки будут в описании. Приятного просмотра! Вастроянские первенцы – общее название полков Имперской гвардии, набранных с их родного мира Вастрои. Эта планета находится в сегментуме Абскурс в зоне Гало. Она была колонизирована еще в темную эру технологий. Имеет крепкие связи с Адептус Механикус, но не является миром кузней, то есть не подчиняется Механикус напрямую. Также она не является миром Ульям, хоть и густо заселена. В классификации Империум Вастроя проходит как промышленный мир. В экваториальной зоне планеты пролегает цепь городов Ульев, где и сконцентрировано основное население. Остальная же ее часть является снежными пустынями с часто встречающимися руинами древних городов и свалками промышленных отходов. Вастроя управляется Советом, который известен как Тетриархия. Его члены представляют из себя нечто среднее между планетарными губернаторами и магасами Адептус Механикум. У планеты есть луна под названием Тартольски, и управляется она тем же органом власти. Вастроя – это один из самых древних миров, производящих вооружение для Имперской Армии. Благодаря этому и тесной дружбе с Механикус, техническое оборудование заводов может посоперничать с мирами-кузнями, а в создании вооружения и вовсе применяются забытые технологии. Народ Вострои строго разделен на высшее и низшее сословие. Причем последние – более многочисленные, и обречены всю жизнь отрабатывать тяжелые смены на производстве, влача нищенскую жизнь. По древним обычаям, вне зависимости от сословия, мужчины отращивают усы, что считается символом зрелости и мужественности. В некоторых районах этой планеты безусых мужчин всячески гнобят, считая их недостойными слабаками. Востроянцы крайне религиозны и глубоко чтут имперские истины и веру в Бога Императора. Также они верят в Серую Деву Надалью, канонизированную Экклезиархией Святую. Она написала Тритис Элотайи – священную книгу, которую можно найти в доме каждого Востроянца, и на которую ссылаются как на источник мудрости. Именно она считается покровительницей этого сурового мира. Из интересного можно отметить, что, скорее всего, Востроя колонизировалась выходцами из Восточной Европы, так как в их речи сохранились слова, похожие на древние языки Теры из того региона. Например, на Востроя крайне популярен алкогольный напиток «Развод». Очень крепкий алкоголь, походящий на водку. Очень необычным является аксолосвенный, или сокращенно «Окс». Густой и очень соленый напиток, похожий на кофе, который готовится из перемолотого мяса Гроксов, славится бодрящим эффектом и помогает чернорабочим выдержать длительные рабочие смены. А еще на Востроя очень популярен семиструнный смычковый музыкальный инструмент «Ушехк», нечто среднее между скрипкой и виолончелью. Также есть три особых ругательства. Первое слово произносится как «чаевек» и буквально значит «чужак». Его можно отнести и к ксеносам, и в целом ко всем, кто не с Вострои. Второе – это хек и его производные. Для примера, вполне вероятно, в казармах услышать что-то типа «Эти хековычевеки наступают на нас со всех сторон». Третье слово «задник» используется в качестве оскорбления и, думаю, пояснение значения тут излишне. Имена известных командиров этих полков отсылают к их древним корням. Лорд-маршал Граф Тащенко, полковник Максим Кабанов, капитан Грегор Себастьев или лейтенант Сава Никишин. Во времена Ереси Хоруса Востроя отказалась поддержать обе стороны конфликта. Однако после победы лояльных императору сил, гордый народ понял, какое клеймо позора отныне отпечатается на их истории. Они принесли клятву, что вне зависимости от статуса семьи, каждый родившийся первенец будет проливать кровь в войнах за империум, при этом не ослабляя усилия в исполнении основной обязанности – производства оружия и боеприпасов для солдат. Именно так и возникли полки востроянских первенцев. Для каждой семьи выплата этого священного долга является честью, а для представителей низшего сословия – еще и билетом в жизнь более разнообразную, чем каждодневная работа на заводах. Высшее сословие обычно занимает офицерские звания, хотя и у выходцев из бедных слоев есть шанс дослужиться до высокого чина. Но это скорее исключение. В отличие от других полков гвардии, где формируются новые полки с каждой десятины, у первенцев идет постоянное пополнение уже существующих, посполняя потери на полях сражений. Это позволяет новобранцам учиться у ветеранов, а также создает крепкие братские узы бывалых вояк. Нередко бывает так, что новобранцев определяют в полки, где служат их родственники, что еще сильнее укрепляет дух товарищества. Ветераны считают большой честью передавать свой опыт молодняку, и в каждом полке формируются свои способы тренировок. Обучение новобранцев проходит на промерзлых пустынях их мира, среди древних руин, что делает первенцев мастерами сражений в зимних и городских военных действиях. Воины Вострои твердо уверены, что самый правильный жизненный путь – это следовать опыту предков, мол, если предыдущие поколения так жили, значит так и правильно. Любые отклонения от такого курса непременно приведут к страданиям и смерти. Также они очень горды и с пренебрежением относятся к остальным полкам имперской гвардии. Они считают, что никто кроме них не выкладывается настолько же сильно в попытках послужить императору. Но если же кто-то вдруг заслужил их уважение, до самой своей смерти он имеет честь называть Востроянцев своими товарищами, что плечом к плечу сражаются на благо человечества. Некоторые командиры НЕ с Востроей, имеющие знания о прошлой истории этого мира и получившие шанс покомандовать подразделениями первенцев, специально припоминают грехи их предков, распаляя в их сердцах праведный гнев. Благодаря индустриальной мощности их родного мира, первенцы имеют одно из лучших оснащений среди всех армий Империума. Оружие и броня передаются от отца к сыну, и часто бывает так, что древняя и искусно собранная лаз-винтовка может стоить намного дороже жизни самого солдата. Из-за тесных отношений с Адептус Механикус, Востроянцы имеют множество чисто танковых полков с древними и ужасающе мощными машинами войны. По сравнению с другими полками, Востроянские первенцы выглядят крайне архаично. Поверх красной униформы они носят панцирную броню из пласт стали, покрытую латунью, пышную меховую шапку и часто используют респираторы. Вооружены бойцы в основном длинными и искусно отделанными винтовками модели М36 Кантраэль, которые производятся исключительно на вострое. Еще бойцы нередко пользуются плазменными винтовками и мельтами, а также среди них много орудийных расчетов с тяжелыми болтерами. Офицеры же традиционно сражаются лаз-винтовками с встроенными штыками или лезвиями топоров. А почетное звание знаменосца сопровождается вооружением из древних родовых сабель и нанесением ритуальных шрамов на теле. Востроянские первенцы участвовали во множестве военных кампаний и заработали себе славу одних из самых преданных и рьяных стражей человечества. Они – гарант того, что приказы будут исполнены, а враг будет повержен. На их стойкость и трудолюбие равняются остальные бойцы, а братским узам только завидуют. Даже после того, как галактику разорвал пополам разлом варп-штормов, сыны Вострои гордо отстаивали каждую пять территорий Империума, пытаясь своей кровью выплатить древние долги. Ну что ж, на этом наш рассказ подошел к концу. За поддержку этого выпуска мы благодарим нашего патрона Мистер Зура. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше видео, они выходят у нас каждый день. Если вам тоже нравится Вархаммер на нашем канале, обязательно переходите по ссылке в описании на сайт Патреон, или становитесь спонсорами здесь на Ютуб. За это вы получите доступ ко внутреннему блогу, нашему командному мерчу, а также обзаведетесь ранним доступом к некоторым нашим видео. Спасибо всем за просмотр и увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok